Матч против Барнаульского «Динамо» должен был состояться 12 ноября. Но взяв во внимание возможные погодные и температурные условия последнего осеннего месяца, игру перенесли на сентябрь, тем самым уплотнив для обеих команд календарь. Больше игр, меньше времени на восстановление, хуже результат. Эта аксиома оказалась справедлива для хозяев поля. Слишком много, но везло в начале сезона, что не идет туда мяч ворота, и все, хоть и весь, а за дикучи моментов. К сожалению, пропустили, наверное, ну не знаю, какие мячи, не скажут, что они голевые даже были моменты по-большому. Поэтому что-то, наверное, все-таки, наверное, не хватает немножко эмоций каких-то. Барнаульцы полностью провалили первый тайм, не создав ни одного опасного момента у ворот гостей. Ульяновцы же, в свою очередь, не дали спокойной жизни голкиперу «Динамовцев», организовав шесть опасных моментов за тайм. Два из них закончились взятием ворот. Распечатал барнаульцев Азнаур Гирюгов на 33-й минуте. А уже на 43-й свой счет голам за «Волгу» открыл новичок желто-черных Алексей Каштанов. Несмотря на счет, легкой победы не получилось. Во втором тайме барнаульцы сумели развернуть игру на 180 градусов. Вот только реализация подвела. Мы стали отдавать позиции, да, у нас, может, «Динамо» немного прибавило, да, то есть, все-таки, хотели, наверное, сравнять счет. Да, было видно, что они немного давли, ну, лучше играли второй тайм. Мы уже более, наверное, по счету так получилось, по счету играли. Все-таки тяжелое поле, это тоже надо учесть. Итоговый счет 2-0, и в Барнауле «Волга» положила в копилку три очка, закрепившись на третьей строчке турнирной таблицы. Следующее противостояние подопечных Рената Аитова пройдет на домашнем поле. 12 сентября, в День города, желто-черные сыграют против пермской звезды.